тут у нас оказывается грядут перемены в саду видите сад был коммунал garden общий сад на 4 квартиры мы все могли пользоваться от этим вот садом вернее 4 квартиры которые здесь были могли пользоваться садом ну а теперь наш ландлорд она раньше сдавала в аренду эти квартиры их решила продать потому что не выгодно денег мало решила продать и вот она внизу две квартиры продала очень хорошо продала за 170 тысяч фунтов квартира такая же как моя вот внизу купила мишель недавно но для того чтобы ей поднять вот эту вот сумму они что сделали ну вот лэндлорд со своим мужем лэнд леди вернее хозяйка дома уже не спрашивайте у меня мужик заволновался что я снимаю но это наемные здесь люди наемные не стала их больше смущать ушла на другое окно так вот эти лэндлорд и лэнд леди хозяева нашего дома они решили квартиры продать здесь ну вот еще раз немножко может быть объясню для тех кто не понимает всей этой ситуации и когда я говорю что хозяйка дома начинают люди задавать вопросы как же это так вы значит вы арендуете друзья из такой вид собственности есть free hold это значит непосредственно ваша и земля и дом в основном это вот бангало и отдельно стоящие дома они всегда free hold то есть не только ваши а есть вот эти lease hold это долгосрочная аренда то есть этот дом вот большой в частности как наш он на 4 квартиры то есть ну квартиры тоже большие как вы знаете я примерно не знаю сколько квадратных метров но большой этот дом он был куплен вот этой вот нашей лэнд леди так называется которая владеет этот этим домом всем понимаете как вот называется у нас эти люди не знаю и а значит вот она потом этот дом может продавать квартиры в нем продавать за ту же самую стоимость как если бы вы купили их только для себя в свободное пользование но эти квартиры они отдаются вам в длительную аренду вот lease hold так и называется заключается договор квартиру вы покупаете за полную ее стоимость и тем не менее заключается договор в основном от 100 120 лет вот такая аренда длительность аренды 100 120 125 иногда бывает 300 лет дают длительность аренды иногда я слышала даже дают 900 лет ну то есть практически в пожизненное владение вот это называется лес hold там есть еще частичное владение еще другие много но это уже наверное вам не столь интересное просто рассказываю про свое так вот наша это ленд леди она сначала просто вала в аренду людям помесячно а потом она поняла что это ей не выгодно люди то приходят то уходят вот как квартиранты надо постоянно следить смотреть и она решила вот она сейчас вышла замуж и уехала с жить в испанию она здесь только по телефону или по имейл с нами общается ну и вот для того чтобы там купить в испании для себя какое-то жилье она решила здесь не просто сдавать в аренду из заморачиваться а вот так вот продать в длительное пользование поняли да друзья чтобы не было больше вопросов я правильно объяснила но вот так вот чтобы поднять на цену за квартиры внизу одну и вторую она их во первых отремонтировала но там тоже такие интересные вопросы что она отремонтировала практически за наши деньги потому что мы купили раньше я и моя соседка наверху которая джун зовут на женщину вот мы купили раньше эти квартиры при том что мы их купили не у нее не у самой хозяйки а купили уже у тех кто здесь раньше еще квартиру эти у нее выкупил и в общем получилось что ей наверное это не понравилось потому что у нас в договоре не у меня не у моей соседки наверху не написано что мы какой-то частью именно земли владеем вот этого сада а написано просто можете пользоваться вот коммунал гарден общим садом потом выяснилось так что наша хозяйка она решила продать внизу сама уже две квартиры отремонтировала и продала их вместе с землей то есть она чтобы поднять цену как я уже говорю она сказала людям что вот вам будет вот вокруг здесь ваша земля и получилось так что не у меня не у моей соседки наверху мы не имеем теперь земли представляете какая ерунда то есть но вот я там цветочки сажала то села потом почему я еще и бросила потому что мне сказали что это уже земля не ваша и вот теперь вот она внизу у меня там решила сделать небольшую такую из это небольшие изменения в саду вот я у нее спросила зовут мишель женщину женщина одинокая никогда замужем не была ей 50 лет на дна еще внизу тоже женщина она живет с двумя собаками и вот с этим вот котом безногим черным это ее и две собаки маленькие шавки которые мне спать не дают и по утрам лают невозможно потому что две друг за другом чуть машина чуть где то что-то застучит они начинают лаять и лаят минут пять но это ладно так скажем издержки так вот мишель вторая которая живет там немножко с другой стороны она теперь я у нее спросила что она там делает вот она сказала что она сейчас кусты посадит ведь она наняла рабочих и пусты подрастут здесь вот этот вот полностью ее газон поставлю здесь столик стульчики и будет у меня типа патио буду здесь отдыхать и загорать но это конечно замечательно ей это все прекрасно но представляете что мы остались здесь с бабулькой с моей соседкой вообще без земли и когда я захотела связаться со своими адвокатами которые мне оформляли документы на покупку моей квартиры они сказали что но это надо вам опять по новой подавать заявление опять оплата за адвокатов очень дорогая там 300 фунтов в час у нас например но это если вам грубо так сказать на русские деньги перевести то это порядка 30 тысяч рублей в час представляете да поэтому очень дорого но и потом опять же понимаете я говорю так выявить получается что вы мне дали тоже договор покупки моей квартиры но если что-то тут не сошлось то значит вы должны просто это поднять и объяснить мне что почему я осталась без земли если здесь написано земля но они сказали мы вам конечно это все объясним сложно вам понять наши законы но если сама хозяйка этой земли это решила так распорядиться то мы уже здесь делать ничего не сможем представляете вот они мне вот это объяснили так что вот такие вот неприятности или или как тут сказать но я уже сказать по правде как-то по этому поводу не очень переживаю потому что я редко когда туда в этот общественный сад ходила но все равно конечно не не очень хорошо даже если я вдруг надумаю продавать эту квартиру то получится что она уже без земли без какого-то сада а это ну уже снижает цену если хозяйка продала за 170 тысяч такую же квартиру землей то моя будет стоить на 70 тысяч меньше как-то так представляете англичане очень любят садике тем более патио если она там сделает вот а еще вот показываю вам это у меня на кухне окно спрашивали что за цветок вот такой цветок видите это по моему суккулента опять да вот такая вот красивая огромная она тут внизу у меня немножко листья подсыхают я их снимаю как пальма обычная видите и остается вот такой вот голый ствол очень большой длинный вот постепенно постепенно прорастает здесь вот она еще два таких отпустила их можно уже наверное отрезать и куда-то еще посадить но я бы хотела конечно чтобы она была только одна вот такая большая вот показываю кому интересно но в общем неплохо она выглядит отвлекаюсь потому что спрашивают и вот еще такая у меня тоже суккулента видите или сиккулента как они тут называются но немножко другого цвета но она вот видите тоже такой пальмочкой растет мне кажется что красиво видите как интересно и у нее тут постоянно детки внизу их можно обламывать и тоже еще сажать пересаживать а сейчас покажу вам вот эту живот с суккуленту если она растет под большим солнцем под открытым небом то она такой пальмой не вытягивается странно это видите какая я принесла вам другая которая у стояла там вот в таком вот длинном горшке на улице и она вот она не тянется вверх как пальма это та же самая видите вот которую я вам показала в горшочке она у меня стояла дома а это росли на улице точно такие же вот они прекрасно себя чувствуют им достаточно там света солнца они вот у меня даже здесь обильно взялись цвести видите и одна и вторая но обычно эти суккуленты это же наверно разновидность кактуса поэтому у них но сами-то по себе цветки они не очень какие-то красивые но все-таки интересно видите обильно цветет по три палки каждая выпустила такие красивые они вот видите сколько у нее тут деток похоже на капусту и с этой стороны у нее там детки и цветы вот такая вот интересная штука ну на улице она у меня кстати перезимовала я ведь уезжала в таиланд вы знаете и ничего я не сделала я ее оставила там под открытым небом думаю пусть ее дождик поливает пусть она в естественных условиях ну пропадет значит пропадет нет она выжила прекрасно перезимовала у нас же здесь морозов не бывает больших и вот теперь так вот себя прекрасно здесь чувствует но это мое такое отступление для любителей комнатных растений я даже вам притащила с улицы в комнату чтобы показать видите она так то у меня здесь стоит за окном вот такой сегодня у меня обзорчик для вас тоже я знаю что интересуется моей квартирой что как и почему я вот вам показываю как это все происходит вот уже если купила мишель этот газон эту землю то уже теперь она за нее отвечает она ее сама подстригает косит траву и видите вот делает тут всякие разные преобразования вот так друзья сегодня вам небольшой репортаж из окна у нас погода испортилась вы знаете я показывала вам что я уже купалась была на пляже температура была 30 градусов 27 градусов температуру воды я точно не знаю но она холодная где-то 20 21 не больше в атлантическом океане вот поэтому а вот сейчас сейчас все здесь изменилось похолодало и небо завалокло тучами и уже не позагораешь поэтому я вот сегодня поеду знакомой она меня пригласила попить чаю а с вами друзья я прощаюсь на этом увидимся всего вам доброго пока пока